Привет друзья! С iOS 13 у нас появилась возможность устанавливать любую музыку или песню в качестве рингтона на нашем айфоне. Сделать это можно бесплатно и без компьютеров. Для этого нам понадобится iPhone, на котором установлена iOS 13 и программа GarageBand. Эту программу разработала компания Apple, скачать ее можно в официальном магазине App Store, я ссылочку дам в описании. Для начала в сети интернет я нахожу понравившуюся композицию, скачиваю ее. После этого она должна появиться в приложении файлы в разделе загрузки. Теперь необходимо запустить программу GarageBand и пролистать до раздела аудиорекодер. Ну и здесь мы нажимаем на иконку. В левом верхнем углу нажимаю третью кнопку с изображением кучи квадратов. Отключаю метроном. Если в правом верхнем углу нажать плюс, то появится меню настроек, где можно установить длину трека. Правильное значение 15, но я задам в два раза больше, чтобы показать, что будет, если значение неправильное. Трек, кстати, потом можно уменьшить и вручную при редактировании. Там же справа есть ярлык с изображением петли. Нажимаю. Выбираю раздел файлы. И жму просмотреть объекты из программы файлы. Здесь в недавних файлах будет наша закачанная композиция. Если же нет, то нужно нажать кнопку обзор и выбрать папку загрузки. Выбираю нужную композицию. Эта композиция появится в переч, из которого вы сможете перетащить ее в окно дороже. Перетаскиваю, уменьшаю или вырезаю нужный участок. Ну, в зависимости от того, что я хочу слышать в качестве рингтона. После того, как редактирование будет закончено, нужно нажать на стрелку в левом верхнем углу. И там будет раздел моей песни. Трек сохранится, но его лучше переименовать и дать ему название, то, которое мы хотим видеть в перечне рингтонов в нашего устройства. Переименовав трек, жмем на значок поделиться. И вот здесь как раз таки появляется тот пункт, обновленный пункт, который позволяет нам из любой музыки, композиции, либо трека делать рингтон. То есть выбираем кнопку рингтон. Помните, я установил значение 30 вместо 15. И поэтому на экране мы можем видеть сейчас ошибку. Но здесь ничего страшного нет. Можно нажать продолжить. И система автоматически подрежет файл под нужную длину. В следующем окне можно сразу назначить рингтон на необходимое действие. То есть на входящий вызов. Либо же просто сохранить его, а потом уже в настройке его выбрать в качестве рингтона на входящие звонки. Вот такое небольшое, но существенное обновление появилось в операционной системе iOS 13. Если вы хотите узнать о новых фишках вашего iOS устройства, подписывайтесь на канал. На этом видео закончено. Всем пока и до встречи на канале.